Украинцы пытались убить начальника Генштаба Вооруженных Сил России генерала Валерия Герасимова, когда он приезжал в оккупированный Изюм. Это подтвердил советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. Ну давай я открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасиму. То есть он был в Изюме? Да. Это как было? Да, это было, сейчас уже не помню, наверное, по 2,5 апреля, май. Не очень помню. Ага, вот эта история про то, что он типа ранен, хотя он вряд ли был ранен. Да, нет, мы накрыли штаб, в котором он был, разнесли его к чертовой матери весь в ноль. Там погибло и без Герасимова достаточное количество старших офицеров, охраны и так далее, но он успел отъехать чуть раньше. Не успели. Издание New York Times сообщает, что США пытались отговорить власти Украины от покушения на генерала, чтобы избежать эскалации. В Киеве, по данным журналистов, тогда ответили, что атака уже началась. Также в начале мая Арестович, комментируя ситуацию под Изюмом, говорил, что сомневается в том, что Герасимов вообще был на территории Украины. Позже в МВД Украины подтвердили, что начальник российского генштаба действительно находился под Изюмом, по которому 30 апреля украинские войска нанесли удары. Информацию о ранении тогда не подтвердили. Также стоит отметить, что по данным СМИ Герасимов лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Ну а подробнее эту тему мы обсудим с Михаилом Самусем из Украинского центра исследования армии. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, скажите, Арестович подтвердил то, что была попытка покушения, была попытка ликвидации начальника генштаба российского. В то же время есть информация, что США пытались это предотвратить. Скажите, почему вообще эта история так важна? Эта история важна, я не знаю почему. Дело в том, что Герасимов это один из военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые осуществляют агрессию и проводят военные операции против Украины. И он должен быть убит точно так же, как любой рядовой, который оказался на украинской территории. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, почему в этой истории только внимание. Ну, опять же, вот есть информация, что он лично руководил наступлением российской армии на изюмском направлении. А скажите, от смерти Герасимова много ли бы выиграла Украина? Неужели это настолько важная фигура в российской армии? Еще раз повторюсь, все российские военнослужащие, которые пришли на Украину, они должны быть убиты. Это очевидный факт. Конечно же, уничтожение высшего руководства всегда входит в приоритет. То есть, если мы убиваем, например, генералов, а их было, если вы вспомните, их было убито, особенно в первый этап войны, когда российское командование начало пробуксовывать, в том числе и под Изюмом, в том числе и в направлении Северодонецка, Лисичанска. Там было, в том числе, в этом районе убито несколько генералов. Если вы вспомните, в мае, например, апрель, мае, июнь, это была самая такая активная фаза, когда Путин от российских войск требовал каких-то побед, а в результате получалось не очень. То есть, были огромные потери, но разрушили они два города, Северодонецка и Лисичанска. На самом деле, после этого оказалось, что все это было потом... Огромные территории, например, Харьковская область была потеряна им за одну неделю, причем украинская армия провела феноменальную операцию без схожих потерь, как это делает российская армия. Уничтожение высшего руководства всегда теоретически важно, потому что нарушаются цепочки управления, а управление — это главное. То есть, в принципе, можно найти замену любому человеку, но замену, например, командиру дивизии или бригады сложнее найти теоретически, чем обычному солдату. Поэтому чем больше мы будем убивать офицеров и генералов, тем хуже будет управление у врага. Но почему Вашингтон был против, ну, мог быть против ликвидации Герасимова? И насколько вообще вам кажется, что эта информация «Нью-Йорк Таймс» правдива? Ну, в последнее время американская пресса буквально за последний месяц очень много информации выдает, которая на самом деле очень далека, не знаю, от истины, от реальности очень много было. И то, что война будет длинная, и то, что вот украинцы там пытаются как-то эскалировать, а американцы против и так далее. Очень много идет, я не скажу, что это заказные статьи, проплаченные и так далее, но вот эта конкретная информация, ну, журналист попытался что-то высосать из пальца. Действительно, американцы, Соединенные Штаты, они не хотят эскалации. Если вы послушаете заявления администрации Байдена, в том числе и в марте, в том числе и в мае, в июне и даже сейчас, когда, в принципе, уже как бы и поставки вооружений, и, в принципе, поддержка Украины стала более кристаллизованной, но вот в период март-июнь эта поддержка была все-таки с таким привкусом того, что давайте все-таки не будем допускать вот этой крайней эскалации, потому что если дойдет до крайней эскалации, тогда придется Соединенным Штатам каким-то образом участвовать в войне, каким-то образом НАТО. Генеральный секретарь НАТО постоянно заявляет, что НАТО не хотело бы принимать участие в этой войне. И поэтому я могу себе допускать, что в тот момент из администрации Байдена такие голоса звучали, они и сейчас звучат на самом деле. Ведь Соединенные Штаты не передают Украине ракеты с дальностью 300 километров именно по той же причине. Они пытаются не допустить эскалацию. Очень странный метод на самом деле. Он очень неоднозначно воспринимается в Украине. Мы очень ценим помощь Соединенным Штатам, Соединенных Штатов в Украине, но здесь я считаю, что они не правы. В любом случае Путин будет биться до конца. Пока мы его не уничтожим, пока путинский режим не будет уничтожен, дальше будет уже другой этап трансформации России, но это уже будет другая история. Пока путинский режим не будет уничтожен, он будет поднимать ставки. Он будет уничтожать мирное население, он будет дальше поднимать ставки, возможно, с нападением на страны Балтии, на Польшу и так далее. Он будет пытаться каким-то образом выкрутиться из ситуации, потому что они проиграли войну. Единственный шанс для Путина – это каким-то образом сломать Запад, сломать Украину. И здесь он будет пытаться применять любые методы, любые инструментарии и так далее. То, что украинская армия не боится идти на повышение ставок и ставить перед собой самую амбициозную задачу, например, уничтожение ракетного крейсера «Москва». Я уверен, что Соединенные Штаты никогда бы на это не пошли. То есть за время всей холодной войны не был уничтожен ни один советский корабль. Здесь Украина просто берет и флагман Черноморского флота уничтожает. Это просто не вкладывается в голову многих и генералов, и политиков в Соединенных Штатах или в Европе. Украина освободила острые изменения. Это было очень амбициозное. От холодной войны мы перейдем к нашему. И то же самое нанесение удара по аэродрому стратегической авиации, например. Это тоже Соединенные Штаты никогда бы на это не решились. Михаил, давайте все-таки перейдем сейчас к Путину, которого вы сами совсем недавно вспомнили. Вот в последнее время он старательно демонстрирует свое личное участие в принятии решений касательно войны в Украине. Также Сергей Шойгу. Вот появилась новость о том, что он лично проинспектировал группировку войск на передовой. Скажите, о чем нам это может говорить? Стоит ли готовиться к какому-то масштабному наступлению еще одному со стороны России? На самом деле в этой операции, так называемой специальной военной операции, которую Путин принял решение, никто кроме него решение не принимает. Ни Шойгу, ни Герасимов, ни Суровикина. Они просто выполняют то, что говорит Путин. Дело в том, что если бы, еще раз повторюсь, если Путин исчезает, например, из-за вот этой матрицы нашей, то все остальные просто быстренько сворачиваются и уходят. Такие потери, которые они сейчас несут, то та катастрофа, которая сейчас существует в армии с техникой, с личным составом, она рано или поздно вылезет. Но пока все держится на том, что Путин обещает им каким-то образом выкарабкаться из этой ситуации. Только Путин исчезает, они поймут, то есть все вокруг начнут спрашивать друг друга, а кто за это все будет отвечать, вот за вот эти вот вещи, за уничтожение городов в Украине, кто-то же должен заплатить, ведь физика процесса, закон сохранения материи и энергии, он никуда не денется, кто-то за это заплатит. И не обязательно, как этого хочет Путин, чтобы это заплатили украинцы. Украинцы против этого выступают. И поэтому принимает решение исключительно Путин. Все остальные ждут, что он скажет, потому что все хотят, чтобы окончательная ответственность за это все лежала на Путине. То есть Шойгу, он демонстрирует, да, ему дают команду, проедь, покажи, что ты тоже участвуешь, да, слетай в Беларусь и так далее. Вот в понедельник Путин прилетит к Лукашенко, будут они планировать наступательную операцию с Беларусью, которая должна состояться где-то во второй половине февраля, в марте. То есть Путин пытается еще раз запустить этот процесс. Но я думаю, что это, конечно, будет еще один провал, но Путину некуда деваться. Он должен тянуть процесс максимально длинно, долго. Действительно, Путин приедет в Минск уже завтра, по крайней мере, так сообщает его прислужба. Мы обязательно будем следить за этой ситуацией. Михаил Самость, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Михаил Самость, Центр исследования армии Украина, был с нами на связи.